сказание о евдокии чудиновской алексей степанович бережнов период великого поста 5 марта 21 февраля 1948 года в селе чудинова октябрьского района челябинской области мирно отошла ко господу девица евдокия маханькова в архиве отдела записи актов гражданского состояния сохранилась соответствующая запись за свою истинно христианскую подвижническую жизнь она уже у своих современников стяжала общую к себе любовь и веру в действенную силу ее молитв к богу и при святой деве жизнь евдокии полна высокопоучительных образцов истина православного подвижничества пламенной веры в бога и самоотверженной любви к ближним к ней постоянно шли люди господь по милосердию своему в помощь людям воздвигает подвижников и людей божиих описание жизни дунюшки составлено по записям серафимы головиной и по рассказам лично знавших блаженную анна игнатьевны рябчиковой в чем доме много лет жили дунюшка и ирина павловна степанова а также послушниц веры владимировны ивановой наталии и екатерины афанасьевных суховерховых анастасии ивановны карелиной и других родилась евдокия в 1870 году в деревне могильная аренбургской губернии ныне челябинской области отец тихон маханек мать дарья относительно места рождения был слух что дунюшка родилась не в самой могильной а в деревеньке заманилки дунюшка рано лишилась матери в возрасте семи восьми по другим воспоминаниям двух-трех лет девочка в полной мере испытала горькое чувство сиротства осознала что ее уже ничто не привязывает к земле всем сердцем она предалась богу и испытывала одно желание оставаться до конца дней рабою господа всегда покорной его святой воле дуня не ведала что настало время испытаний всевышний дал познать ей гнев свой то ли в назидание то ли для испытания веры она покорно приняла чашу страданий со слов самой евдокии историю ее страданий записала серафима васильевна головина первые испытания все началось вскоре после смерти матери как-то дуня играла на палатях это деревянный настил под потолком с детьми мачехи все вместе грызли сухари и не поделили их один из мальчиков громко заплакал в этот момент в избу вошел отец и мачеха сказала ему дуняшка опять обижает моих деток отец молча взял большую хворостину вывел дуню во двор до крови и схлестал и оставил во дворе вдобавок на дуню напала бодливая телка и стала катать ее рогами по двору в страшном испуге не помня себя дуня оказалась доме крестной матери целую неделю крестная лечила ее от испуга и побоев потом пришел отец и забрал дуню домой в возрасте семи или восьми лет отец решил отправить дуню в соседнее село работать в людях нянькой село было в восьми километрах от могильной и звалось ячменка или ячменная там жила тетка дунюшки сестра ее покойной матери очень бедная женщина в том селе дуня работала нянькой иногда отпрашиваясь чтобы сходить домой последствии она рассказывала как без спроса у хозяев взяла три кусочка сахара чтобы порадовать трех братьев детей мачехи и это ей потом припомнили на мытарствах и вот однажды возвращалась она из дома и по пути через лес на нее напал разбойник бродяга он притащил ее в глухую лесную избушку над дверью которой дуня увидела икону святителя николая девочка просила отпустить ее но бродяга сказал будешь мне варить еду и в избушке прибирать а когда вырастешь возьму тебя замуж через день уходя на промысел он привязал дунюшку к березе а сам не возвращался дней пять все тело ее было изъедено комарами мошкой оводами она распухла веревки врезались кожу однажды ночью дуне подбежал волк сел перед ней и завыл потом попытался перегрызть веревку но откусил пальчик на руке девочки дуня громко закричала волк отскочил сел перед ней роняя слезы девочка просила съешь меня на волк завыл и убежал вернувшийся разбойник ложечкой а разжимал ей зубы и вливал воду в рот чтобы она оклемалась через несколько дней она поправилась и однажды ночью вдруг проснулась ей показалось что потолок избушки как бы раскрылся и она услышала какой-то странный неземной голос дай обед раба божия она еще и не знала что такое обеты но что-то подсказала ей обратиться к святителю николаю чья икона была в избушке век замуж не выйду мясо не буду есть и к тебе схожу она исполнила все обеты в том числе побывала и в итальянском городе баре у мощей николая чудотворца дуня потихоньку стала тянуть подол сарафана из-под разбойника он подкладывал край подола под себя чтобы она не убежала освободил сарафан она вышла за дверь положила поклоны на все четыре стороны и побежала по дорожке при свете зарождающиеся зари добежал до развилки она в замешательстве остановилась и услышала топот разбойник гнался за ней она упала на землю под березой и затаилась разбойник побежал в одну сторону она побежала в другую выбежав из леса увидела нескольких мужиков собиравших хворост она приняла их за разбойников и хотела убежать но они успокоили ее она рассказала что с ней было и тут из леса выбежал разбойник искавший ее мужики схватили его хотели бить но дуняшка пожалела его просила отпустить увидел что девочка в синяках и ранах рваной одежде они отвезли ее в деревню там люди ее обмыли перевязали гноившиеся раны родители с трудом узнали дуню последние годы жизни дунюшка часто говорила что врагов надо прощать и вспоминая разбойника всю жизнь молилась за него потому что он сохранил ее девство в загробном мире о чем речь пойдет далее она видела его с букетом цветов в руках не успели как следует зажить раны а работать было нужно мачеха послала дуню собирать ягоды вместе с другими девочками увлекшись ягодами дуня потеряла подружек из виду натакалась на хорошую полянку полную ягод а вдруг к ней подъехали верхом на конях два киргиза так прежде называли и казахов схватили ее привязали веревкой к лошади и поволокли по пыльной дороге по целику и кустам но по божьему произволению ячменовский пристав с дороги увидел что киргизы поволокли девочку и послал погоню киргизов догнали и привели в деревню а дуню изуродованную и в беспамятстве узнали только по откушенному волком пальчику киргизов хотели посадить в тюрьму но их многочисленные детишки просили за них и дуня вновь простила обидчиков и просила отпустить их с миром раны полученные в этих испытаниях долго гноились в них завелись черви она болела до 11 лет запах от ран был тяжелый и даже священник гнал ее из храма что ты тут пришла вылечись и приходи она частенько стояла на паперте перед иконой и плакала наконец ее взяла к себе жить вдова просфорница священник и сделал выговор от нее такой запах а ты просфоры печешь если не уберешь ее я не разрешу тебе стряпать просфоры вдова ответила делай как хочешь но я ее никуда не выгоню в тот же вечер и и дом посетила пресвятая троица вечером сели ужинать вдова налила по чашке молока а дунюшка говорит а дяденька вдова посмотрела на нее и говорит а им налей сама дунюшка налила три чашки и поставила потом поклонилась вдове и сказала дяденьки говорят кто воспитывает сиротку тот строит себе храм на небе дунюшка жила о просфорнице до ее смерти потом сироту приютили другие дедушка и бабушка у которых она жила любили ее а их сноха часто взъедалась на нее без причины однажды говорит ей сидишь от нечего делать снесла бы шаник на поле дала дунюшке полотно которым накрывали квашню шаньгами и отправила ее на поле к старикам руки девочки устали так как узел был тяжелым в конце она тащила его волоком по земле и конечно шаньги испачкались дедушка спросил только тебе тяжело было я по земле тащила ну и хорошо на обратном пути ей встретилась большая рыжая корова вышедшая из леса на рогах у которой была икона и булка хлеба с солью услышав странный голос дуня остановилась голос велел ей совершить три крестных знамения с поклонами и взять хлеб с солью потом также икону это оказалось икона божьей матери голос сказал ей я твоя небесная мать с ними правый рог и посмотри в него дунюшка посмотрела и увидела райскую жизнь голос оторвал ее от созерцания сказал чтобы она сняла левый рог и посмотрела дунюшка посмотрела и страшно перепугалась от увиденного она увидела кровавые войны большие стихийные бедствия великое запустение на земле и огрубение сердец народ весь больной умирает от страшных болезней большая скорбь стон и плач людей убивают на ходу многие умирают от внезапной смерти не пугайся так будет в последние времена но дуня еще долго не могла прийти в себя от страха и когда опомнилась никого нет а в руках у нее икона хлеб и соль когда дедушка с бабушкой вернулись с поля хлеб разрезали и обнаружили в нем просфору позвали батюшку посмотреть на такое диво батюшка попросил просфору чтобы на ней отслужить литургию потом поехали на место встречи с коровой искать следы там не нашли ничего необычного просто коровьи следы батюшка все-таки стал служить молебен хотя и сомневался но тут услышал голос это дочь моя возлюбленная икону божьей матери знамение дунюшка хранила всю жизнь теперь эта икона находится в храме дмитрия солунского в троицке встреча с божьей матерью по рассказу лебедевой чуть подросла дуня и и стали посылать на более тяжелую работу хозяева сеяли лен а уборку льна их сноха вскоре полностью переложила на дуню пока полосу не закончишь домой не ходи целыми днями девочка теребила лен болели и гноились раны болели спина и руки выступали слезы на глазах она теребила и молилась матерь божья помоги мне и услышала ласковый голос звук неземной бог на помощь голубка родная дай я подергаю лен с тобой видит дунюшка женщина светлая и кроткая перед ней красоты неземной в синем сарафане в белую полоску а взгляд нежный и ласковый на руке у нее была корзинка с клубникой от которой шел сильный аромат кто ты тихо спросила девочка и за что ты меня полюбила хочешь ли он теребить за меня женщина нежно обняла ее говоря я твоя небесная мать с этого дня ты не будешь сиротою я буду твоей заступницей и своими красивыми руками вместе с дуней стала теребить лен глядь а полосы как не бывало сели отдыхать и есть женщина провела рукой по лицу дунюшки и у девочки рот стал на место он был свернут когда киргизы тащили ее лошадью на аркане тетенька у меня рот стал на место благодари бога потом женщина провела рукой по спине дунюшки и вылечила все язвы кроме одной на спине спать дунюшка всю жизнь не могла дунюшка опустилась на колени целовала руки женщине и плакала а то склонилась говоря не плачь успокойся родная чаще господа бога моли еще много испытаний тебе предстоит но ты веруй терпи и люби потом женщина предложила и вторую полоску льна убрать я не знаю где она ответила дуня я знаю когда дед сеял он меня просил пошли дергать вторую полоску когда осталось метра два женщина прекратила работу и дунюшки не разрешила нельзя уж к службе звонят ну пойдемте к нам кушать ты иди домой я потом приду мне надо к одной вдове зайти ягод сироткам занести дома дунюшка не торопилась ужинать пока не пришла женщина бабушка налила дуне тарелку жирных щей дунюшка принесла их женщине но то отказалась и ты сего дня не должна есть мясо дуня отнесла тарелку обратно сказала тетенька не велела есть мясо а что вам дать каши или чего-нибудь молочного бабушка положила им еды и вместе с дедом они заглянули в дверь что там девчонка выдумывает какая такая тетенька у нее смотрят а над соседней тарелкой ложка в воздухе поднимается и опускается непростая видать девочка то решили они из того дня отношения к дунюшке улучшилось на другой день было воскресенье дунюшка проснулась а божья матерь рядом собирайся в храм дунюшка стала надевать пестрый сарафан а она ей говорит пестрое цветное не носи чтобы не отвлекать людей в храме от молитвы богу надевать что поскромнее дед запрях лошадь ехать храм но дунюшка по совету божьей матери отказалась ехать пошла пешком сказал что если ходить в храм пешком ангел-хранитель замеряет шаги храме божья матерь взяла дунюшку за руку повела говоря чтобы то смотрела и запоминала потому что скоро храмы будут разорять отдадут на поругание языку он будут делать крышки столешницы двери затем объяснила как вести себя в храме как стоять слушать затем царица небесная приблизилась к распятию воссияла и стало невидимо испытание напрасленной испытания обещанные дунюшки пришли в свой черед дуня росла стала девушкой и однажды возле ячменки в пещере поселился божий человек отшельник дуня познакомилась с ним рассказала ему о своих страданиях в ответ отшельник под большим секретом сообщил что у миру был женщиной они стали часто видеться отшельник лечил раны девушки которые еще гноились просил у бога терпения для дуни но мирская молва что морская волна стали люди поговаривать что дуня с отшельником не праздна и даже донесли в губернию что она сотворила грех и соблазн из губернского города приехал исправник и огласил перед селом донос сердце девушки заныло и заболела от страшной напраслины она опустилась на колени перед исправником не виновата ни в чем отпусти меня матерь божия в том мне по рукой но исправник не поверил и велел пытать ее водой обливая с головы до ног а дело было зимой через три дня после крещения 40 ведер вылили на евдокию платье застыло ледяной корой боссы ноги ко льду примерзли народ волновался жалко всем было дуню в толпе одна женщина злорадствовала так ей надо не будет с отшельником жить ей говорили побойся бога но она еще громче кричала вот здесь моя дочка стоит пусть она на месте умрет если это неправда безжизненное тело дунюшки внесли в дом и положили оттаивать появились признаки жизни блаженная сказала только слава богу матерь божия все это время мне помогала терпеть и сердце мое согревала после этого случая село ячменку стали называть чудиного от слова чудо почти в те же дни заболела дочка той женщины которая клялась жизнью дочери девочка стала мерзнуть и вскоре умерла мать ее потом всю жизнь корила себя и просила у дунюшки прощения то отвечала господь все видит у него проси и молись и когда дуня лежала в беспамятстве много дней отшельник узнал о беде и открылся людям исправник рыдал перед дуней прося прощения у сироты она простила так прошла на испытание душевным страданием а впереди ее ждало еще одно испытание смертью накануне весеннего дня святителя николая сельчане торопились управиться с делами чтобы поспеть ко всеночному бдению спешила и дунюшка прибрать хозяйский двор и избу вдруг услышала голос назвавший ее взглянула у дверей стоит странник холщовой рубахе в новых лаптях с пустой сумой через плечо а в руках посох бог в помощь раба божия сказал он устала небось сиротка пора божий храм идти а сам легким шагом прошел в горницу оставляя четкие следы на половике пройдя в красный угол зажег лампаду дуня в растерянности прошла за ним спрашивая кто ты странник и зачем так смотришь на меня ступай с богом своей дорогой вот возьми милостыню и подала ему льняное полотно единственное свое богатство которое хозяева дома дали ей за работу странник взял холст и застелил им стол поди сюда раба господня молись и лях твой час настал земные страдания твои окончены господь меня за тобой послал хотя и страшно стало дуне она покорно подошла прочла молитву со слезами и тоской и легла на стол а странник воссиял неземным светом в руках у него оказалась золотая чаша из которой изливалась благодать исцелявшая раны девушки она поняла что это сам святитель николай и отошла в мир иной на другой день сельчане обнаружили покойницу слегка удивились что померла сиротка в одночастие обмытую и переодетую положили ее во гроб и стали ожидать благословения владыки на отпевание на третий день начали отпевать перед окончанием отпевания дуня ожила на всех напал страх отбежали от покойницы не испугалась только жена священника она развязала дунюшки руки в которых чудесным образом оказался букет райских цветов которые дунюшка и подарила попадье евдокия встала из гроба зашли люди и стали выносить гроб во главе его встал святитель никола а в конце дунюшка а люди святителя не видят одну только дунюшку гроб этот три года стоял в амбаре в него насыпали рожь пшеницу и другие культуры и раздавали из него нищим а потом умер хозяин дома и в этом гробу похоронили его память евдокии сохранила многое из того что ей показали и рассказали в мире ином особенно чувство безысходной тоски и душевной муки исходившие от грешников она рассказывала что когда ее привели на поклон к богу на него невозможно было смотреть такое сильное сияние и красота исходили от него когда она вернулась на землю то и солнечный день ей показался ночью дунюшки показывали райские обители сады обитатели арая ей не хотелось возвращаться оттуда там показали ей приготовленные места для еще живущих на земле но не велели им об этом рассказывать чтобы не возгордились приготовленные места показали и в аду этим еще жившим говорить об этом можно было видела она свою мать замороженную по пояс в воде грешники в один голос просили ее рано чада вернись молись за нас сами себе мы здесь ничем помочь не можем если бы мы хотя бы один раз в году посещали церковь и принимали святое причастие нам было бы легче здесь рассказывала на потом и о мытарствах ожидающих душу на пути к богу например лежат две жердочки по которым надо пройти некоторые падают с первых шагов иные дойдя до середины или почти до конца и только редкие проходят до конца в трепете и страхи старайтесь подать 90 метров ткани на милостыне говорила евдокия чтобы ангел постелил их сделал мостик по которому легко и пройдете когда она видела мытарство трепеща от страха ангел успокаивал ее эти муки не для тебя не бойся в аду все клокотала кругом стоны и скрежет зубов вопли со всех сторон и смрад ужасный ужас который она там испытала живущим на земле невозможно представить там евдокия обрела знания и умения которая направляла всю оставшуюся жизнь на исцеление душевных и телесных недугов людей она много путешествовала побывала в иерусалиме у гроба господня у мощей святителя николая во многих монастырях затем долгие годы жила в селе чудиного вместе с матушкой ириной которая опекала дунюшку до последних дней все кто знал дунюшку вспоминают что рассказы ее продолжались далеко за полночь а то и до утра душа наша говорят они светилась от радости и познания мы испытывали что-то неземное в сердцах наших была необыкновенная радость и любовь ко всем хотелось всех обнять и побыстрее все это передать людям душа наша трепетала как птица но ненадолго мы не могли себе представить то состояние которое душа испытывает перед богом дунюшка знала все события наперед еще молодости она предсказала что грядет революция в россии что будут грабить и разорять храмы уничтожать священников и невинных людей перед первой мировой войной дунюшка со своими сподвижницами была в сарове у мощей преподобного серафима саровского у того камня на котором тысячу дней и тысячу ночей простоял батюшка серафим молясь при святой богородице на восьмидесятилетие со дня кончины серафима саровского приезжал царь николай второй семьей храмах девеевского монастыря и сарова совершалось прославление преподобного серафима саровского после окончания службы царь николай дал поминальный обед пригласили всех за столы когда царь стал садиться за стол к нему подошла дунюшка и паша саровская чтобы подарить красиво вышитые полотенце и салфетки царь встал и стул под ним упал все возмутились неловкостью дунюшки и паши но царь принял подарок а по поводу стула пошутил что мол не престола ли он лишиться а дунюшка ему и говорит да государь и время уже близко готовься батюшка к великим мукам и через три года после революции в россии царь отрекся от престола и вся царская семья была зверски убита в екатеринбурге несколько по-другому описывает эту встречу граф шереметов в 1968 году была первая империалистическая война самый ее разгар при объезде войск в 1916 году царь николай второй со свитой посетил один из казачьих полков в оренбурге где для встречи высокого гостя был накрыт стол под открытым небом но видимо по проведению божьему там же на обеде находилась дунюшка со своей спутницей царь со свитой подошел чтобы сесть во главу стала в это время дунюшка находилась рядом и когда царь стал садиться на приготовленное место она со своей спутницей убрала стул в сторону и царю пол и видимо будучи великодушным человеком простил их цитата по книге житие преподобного авеля прорицателя 1905 год спустя много лет уже в тридцатых годах дунюшка умолкла и никто ее больше не видал кроме сподвижниц во время войны однажды она пришла в город троицк на праздник святителя николая после службы ее пригласили к себе благодетели иван федорович и александра николаевна дунаевы спустя много лет уже в тридцатых годах дунюшка умолкла и никто ее больше не видал кроме сподвижниц во время войны однажды она пришла в город троицк на праздник святителя николая после службы ее пригласили к себе благодетели иван федорович и александра николаевна дунаевы на обеде у них было около 30 человек дунюшка по обычаю молча прошла в другую комнату а минут через десять вышла и говорит здравствуйте с праздником вас всех поздравляю все так и ахнули заговорила на радостях стали пить чай и читать стихи о ней к тому времени несколько стихов уже было написано серафимой васильевной головиной дунюшка говорит не радуйтесь это ненадолго она отошла к богу в 1948 году а вскоре снова начались гонения на церковь и верующих начал говорить она стала много предсказывать о будущем россии и мира к дунюшке притекали все мятущиеся люди со своими скорбями печалями обидами клеветой и мучениями одни шли с верой другие с хитростью или неверием особенно много шло матерей и жен в годы отечественной войны одним говорила жив другим нет или скажет жив ждите кому-то надо петь или заказать об убиенном панихиду обедню другим затеплить лампадку перед образом спасителя божьей матери небесного покровителя все находили ублаженное утешение и исцеление от многих недугов душевных и телесных она защищала и сохраняла людей своим благочестием и святыми молитвами